Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Святитель Иоанн Златоуст в 22-й беседе на книгу Бытия говорит нам о сребролюбии и тщеславии. Будем иметь в виду одно то, что угодно Богу, и что может привлечь на нас Его благоволение. И не из угождения дружбы, не из покорности к какому-либо обычаю, не станем пренебрегать добродетелю, но будем пользоваться как должно долготерпением Божьим. И пока есть еще время, отложив всякую ленность, возлюбим добродетель и возненавидим порок. Ибо если мы не будем и к добродетелю стремиться с любовью и охотой, и к пороку питать великой ненависти, то не в состоянии будем ни избежать вреда, от этого не достигнуть той. А что добродетель заслуживает того, чтобы мы желали ее и горели к ней любовью, послушай, что говорит пророк. «Суды Господни, истина, все праведные. Они вожделение золота и даже множество золота чистого». Псалом 18, 10-11 стихи. «Сказав так не потому, чтобы они были только в такой степени возделены, но потому, что у нас нет ничего другого драгоценения этих веществ. Потому он и присовокупил и слаще меда, и капель сота. И здесь опять он употребил это сравнение, потому что не мог найти вещества слаще меда. А те, которыми овладела безумная страсть, любовь к собиранию денег, истощают на это все силы свои и никогда не насыщаются. Потому что в сребролюбии есть ненасытное пьянство. И как пьяные, чем больше вливают в себя вина, тем больше распаляются жажду, так и эти сребролюбцы. Никогда не могут остановить этой неукротимой страсти. Но чем более умножается их имущество, тем сильнее разжигаются они страстью к деньгам и не отстают от этой злой страсти, пока не незринутся в самую глубину зла. Если же эти люди обнаруживают с таким постоянственным усилием эту пагубную страсть, виновницу всех зол, то тем более должно нам, судьбы Господней, которые выше золота и даже множества золота чистого, всегда иметь в своих мыслях. И ничего не предпочитать добродетели, а эти пагубные страсти искоренять в своей душе. И знать, что временное удовольствие обыкновенно рождает непрестанную скорбь и нескончаемое мучение. А не обманывать себя и не думать, будто настоящую жизнью оканчивается судьба наша. Правда, большая часть людей не выражает этого словами, напротив, даже говорит о себе, что они верят учению о воскресенье, и будущему воздаянию. Но я обращаю внимание не на слова, а на то, что каждый день бывает. В самом деле, если ты ожидаешь воскресенье и воздаяние, то для чего ты заботишься о житейской славе? Для чего, скажи мне, мучаешь себя каждый день, собирая денег больше, чем песка, покупая села, дома, бани, часто приобретая это даже предательством или хаимством, и исполняя на себе оно и пророческое слово. Горе вам, прибавляющий дом к дому, присоединяющий поле к полю, так что другим не остается места. Исайя 5 глава 8 стих. Не это ли видим мы каждый день? Один говорит, дом такого-то отнимает у меня свет, и выдумывает тысячу предлогов, чтобы отнять этот дом. А другой, взяв поле у бедного, присоединяет к своему, а что особенно замечательно, необыкновенно, странно и непростительно. Иной сам живет в одном месте, часто даже не имеет возможности, если бы хотел перейти в другое место, или по слабости телесной, или по другой обстоятельствам. А между тем, хочет всюду и во всех городах иметь памятники своего лихаимства. Везде поставить вечные столпы своего нечестия и грехи, которыми все это собрано, возлагает он на свою голову и несет, не ощущая это тяжкое и недомоносимое бремя. А наслаждение собранными им сокровищами предоставляет другим, не только уже после переселения из этой жизни, но еще и прежде исхода отсюда. Ибо если он и не лишится их против воли, то все они однако же расточаются и, так сказать, развиваются по частям его домашними. А сам он не наслаждается и тысячной их частью. Но что, говорю, наслаждается. Если бы он и хотел, то как достигнет его, когда у него одно чрево для такого множества денег? Но причина всех зол, тщеславие и желание дать свое имя полям, баням, домам. Что тебе пользы, возлюбленный, когда спустя немного от постигшей тебя горячки душа твоя, внезапно отлетев, оставит тебя без всего иногима, или лучше, лишенным добродетели, а облеченным в неправды хищничество, лихаимство, стоны, воздыхание, слезы сирот, козни, обманы. Как ты, имея на себе столь великое бремя грехов, в состоянии будешь пройти сквозь те узкие врата, которые не могут вместить столь великой ноши. Итак, по необходимости ты будешь оставаться вне врат царствия, и под тяжестью этой ноши напрасно будешь каяться, видя уже пред глазами у себя приготовленные наказания, огонь тот страшный, никогда не угасающий, и червь не умирающий. Впрочем, если мы сколько-нибудь заботимся о своем спасении, то пока есть еще время, отступим от греха. Обратимся к добродетели, отринем тщеславие. Оттого оно и называется тщетным, что пусто и не имеет в себе ничего твердого и постоянного. Это только обман, а чей исчезающий, прежде чем явится. Не видишь ли, как часто тот, кому сегодня предшествуют лекторы, и кого окружают копьеносцы, завтра живет в темнице вместе с преступниками. Что обманчивая этой пустой и суетной славы? Если же в настоящей жизни не случится с ним такой перемены, так смерть непрестанно постигнет его непременно и прервет его благополучие. И тот, кто сегодня наводил страх на площади, бросал в тюрьмы, сидел на возвышенном месте, горделиво надмиваясь и на всех людей смотрел, как на тени. Завтра вдруг лежит мертвый, бездыханный, полный зловония, осыпаемый тысячей укоризн и от обиженных им, и от не обиженных, но соболезнующих обиженным. Что может быть жалче такого человека? И все, что им собрано, часто делят между собой его враги и неприятели, а грехи от этого накопившиеся у него, он уносит с собой и подвергается за них весьма строгому отчету. Посему прошу, стань и убегать от этой суетной славы, возлюбим славу истинную и пребывающие вовеки. И пусть ни страсть к деньгам не обочает нас, ни пламя похоти не сожигает, ни зависть и ненависть не сушит, ни гнеб не воспламеняет. Но все эти злые пагубные страсти угосив росою духа, презрим настоящее, вожелаем будущего, подумаем о будущем в дне суда и покажем великую строгость в жизни. Мы не для того введены в эту жизнь, чтобы только есть и пить. Не жизнь создана для пищи и питья, но для жизни пища и питья. Так, не станем же превращать этого порядка и не будем так угождать чреву и оплотским вожделением, как будто бы мы для этого были созданы. Но, размышляя о происходящем для нас вреде от всего угождения, станем укращать движение плоти. Не поленимся и не попустим ей восставать на душу. Ибо если Павел, столь великий и высокий муж, как бы на крыльях облетевший всю вселенную, ставший превыше телесных нужд и удостоившийся слышать неизреченные глаголы, которых доселе никто другой не слышал, говорил в своем послании «Усмиряю и порабощаю тело мое, дабы проповедуя другим самому не остаться недостойным». 1 Коринфян 9 глава 27 стих. Так, если он, удостоившийся такой благодати после столь многих и высоких подвигов, имел нужду усмирять и порабощать и покорять под власть души и подчинять ее управлению сильные порывы плоти, ибо усмиряют то, что восстает и порабощает, то, что сбрасывает себя в узду, то, что, скажем мы, не имеющие ничего доброго, обремененные тяжкими грехами и при этом преданные великой беспечности. Разве в этой брани есть примирение? Разве есть определенное время для нападения? Всегда должно бдеть и бодрствовать и никогда не считать себя в безопасности, потому что не назначено время, когда враг и противник нападет на нас. Итак, будем всегда помышлять, всегда заботиться о своем спасении, дабы таким образом могли мы и быть непобежденными и, избежав козни врага, получить милость от Бога благодатью и щедротами Его Единородного Сына, с которым Отцу вместе со Святым Духом слава держала, честь ныне и присно и во веки веков. Аминь.